всем привет народ пришла заказанная мною поверточная плита первого класса таким вот образом она когда приехала запакованная просто в картон обмотанная скотча это чугунная весит она 19 килограмм здесь даже написано она не совсем обычная но имеется ввиду не совсем обычная для советских гостов то есть у нее размер 400 на 300 в российских гостах такого типа размера нету то есть там есть либо 300 на 300 либо 400 на 400 в этой форме прямоугольная вот ну как мне показалось она будет скажем так более удобный для меня чем квадратик так ну что вскрываем смотрим так вот так вот выглядит покрыта пленкой под пленкой повидло у нас сейчас будем бутерброды мазать на шучу конечно это что-то типа солидола или металла в общем какая-то транспортировочная там жижа то есть она продавливается так ладно смотрим дальше так значит вот так вот это выглядит снизу есть места крепления для ручек но самих ручек я не наблюдаю то есть нигде не в коробке комплекте видимо их нету так четыре точки опору не перевернем имеется вот такая табличка фирма tlx но это китай вот и есть заводской номер и здесь даже что-то выбито вот но табличка по-китайски пришпандорина короче вот в общем то вы гляди отвалится надо будет ее переклепать здесь видно били молотком прям расклепывали так ладно так измеряем 302 ну тут 405 почти миллиметров но главное что не меньше так всю эту жижу сейчас нужно будет снять и разглядеть поверхность плиты получше сейчас я этим и займусь жижа такая достаточно вязкая салфетка практически не снимается салфетку и наоборот наматывает взял скребок вот такой из творог стекла и вот им уже более-менее дело пошло оттер я наконец плиту от этого повидло оказалось это не простой задачей эта штука так достаточно вязкая достаточно хорошо держится за верхность то есть ее оттереть значисто достаточно тяжело в общем я пока маслицем не разбавил она не хотела так отходить получилось хорошо такой рисуночек имеет то есть на камеру вроде бы видно неплохо плита шаброванная это следы шабровки и они ну вот эти вот треугольнички то есть они в одном треугольнике так в другом под 90 градусов вроде как все грамотно вот но это декоративная такая отделка поверх нанесена этот рисуночек вот он как бы роли не играет так значит давайте продолжим совсем забыл показать такую бумаженцу которая была в комплекте с плитой что это такое это своего рода паспорт но он даже не на не паспорта это тест ну то есть отчет от истики то есть производили замеры после замеров плите был присвоен класс точности вот здесь в частности написан то есть класс точности один ну для моих задач я посчитал что мне будет достаточно вот можно было на ревого класса взять вот ну там цена немножко было подороже ну и так как бы скажем так не дешево обошлась вот ну и здесь можем видеть тут у нас заводской номер я проверил он совпадает размеры здесь отклонения то есть одна сотка на метр допустимо вот потом значит дата производства то есть сделана на 25 9 чем на сентября до 25 сентября то есть полгода там плюс-минус ей вот ну и вот эта таблица не совсем я понял но предполагаю так что это скорее всего карта промеров то есть были произведены вот нулевая точка да было где то вот здесь вот наверное вот так да и поехали от нее промеры вот ну и самое большое значение вот она 7 и 1 и вот она продублирована вот здесь то есть отклонение плоскости на 7 целых 125 микрон да вот и соответственно присвоен класс точности 1 здесь печати китайская печать вот тут написано где проводилась проверка вот ну короче говоря официальный документ получается заглянул я сейчас в гост еще раз в наш российский советский вернее немного я вам наврал с размерами оказывается советском госте 300 на 300 плиток нету то есть идет 250 на 250 а потом сразу же идут 400 на 400 но как-то странно я в продаже в виде б.у. встречал очень много плит именно размерами 300 на 300 не знаю что это за плиты ну и возвращаясь к советскому госту могу сказать что вот допуск плоскостности для первого класса точности в советском госте указаны такие значит для плит 250 на 250 миллиметров это 8 микрон а для плит 400 на 400 это 12 микрон то есть мы понимаем да раз плита больше размерами то и допуск на неточности будет немного больше вот здесь у меня получилось 7 микрон если верить паспорту вот то есть я считаю в принципе вполне неплохо неплохие результаты к примеру для плиты 400 на 400 нулевого класса точности по советскому госту допуск плоскостности это 6 микрон то есть как бы для сравнения по поводу выбора вот я как-то посчитал неудобным на квадратик то есть когда она квадратная если у вас деталь на нее не вылезает примеру по диагонали то как я не положи она все равно не полезет прямоугольная в этом плане как-то повыгоднее смотрится вот ну и в любом случае мне было бы удобнее с прямоугольной поэтому выбрал именно такую вот то что она китайская ну да и как говорится не хай с ней тут дело еще в том что к примеру найти плиту например советскую которую продают да был вот ну найдете да там пускай даже она будет там первый класс точности да но нет никаких гарантий что этот класс точности у нее действительно данный момент момент покупки что он у нее сохранен то есть плита может просто элементарно даже если не пользовались она может просто от неправильного хранения ее может повести и после того как вы купили и быть гарантированно уверенным что она действительно там так заявленного на класс можно двумя способами. Первый это отнести плиту эту в метрологию и заказать там поверку этой плиты. Сколько это стоит я не знаю, но народ говорит, что достаточно дорого. Второй способ это взять и по методу, допустим, трех плит ее восстановить. По большому счету другого метода, насколько я знаю, больше и нет. Восстановить, то есть со всеми вытекающими, с шабровкой, с промерами, ну в общем-то это достаточно трудоемкая, трудозатратная, временно затратная процедура. Поэтому не каждый за нее возьмется. Ну и опять же нужно, чтобы восстанавливать, иметь еще две плиты дополнительно. Вот поэтому, ну и как бы вариант остается только такой. То есть покупать откуда-то из магазина, там пусть она несколько раз дороже, но зато с какой-то вот такой вот, с подобной гарантией качества. А по поводу магазина, ну по большому счету НПО в принципе достаточно серьезно следит за качеством продаваемого товара. Ну я думаю, несмотря на то, что плитка китайская, то то, что здесь написано, я думаю все-таки это правда. Вот, ну в общем-то, что вам еще рассказать? А, ну да, не сказал зачем она нужна, в принципе. Наверное, большинство-то догадались, но все-таки, наверное, вопросы последуют. Нужна она для чего? Для того, чтобы использовать ее как базу именно плоскости. То есть прикладывать либо и к ней какие-то вещи и проверять на краску пятна контакта, то есть насколько плотно прилегают, вот, либо ее прикладывать к каким-то, допустим, направляющим станка, да, или еще к чему-то, вот, ну и точно так же проверять на краску. Вот, к примеру, да, смотрите, есть у меня вот такая вот стоечка для индикатора магнитная. Стоечка китайская, наверное, многие такие видели, многие используют. Вот, у нее есть две базы для установки. Есть база вертикальная и есть база горизонтальная. Вот, и вот, допустим, давайте мы ее сейчас приложим к плите. Вот, сначала прикладываю вертикальной базой, вот, ну и пытаюсь ее там как-то покачать, с угла на угол посмещать. Вот, все нормально, она никуда не дергается, все лежит ровненько. Вот, а есть еще вот эта база, то есть эта база, ну, как бы, более основная, наверное, то есть ей на ней элементарно удобнее пользоваться. Прикладываем и слушайте звук. Слышно, я надеюсь. То есть она играет, она не имеет вот здесь вот плоскости. Вот, я ее приложил к эталонной плоскости, вот, и на этой эталонной плоскости она играет. То есть не имея вот такой базы, вы вот этого не выясните. Куда-то будете к кривым местам прикладывать и будете думать, что это ровно там, или, вернее, наоборот, то, что у вас, то, к чему вы прикладываете кривое, а вот это вот у вас ровно, да, вроде как она шлифованная, подготовленная, должна быть ровная. Вот, китайцы нашлифовали, вот вам, пожалуйста, результат. Вот, ну, в общем-то, это как один из примеров, вот, ну, а так пользоваться ей можно различными образами. Вот, ну, теперь вот я приобрел себе такой инструмент, очень-очень нужный, которого мне не хватало. То есть уровень у меня есть, рамный, есть у меня несколько лекальных линеек, в том числе и большая, достаточно 630. Вот, а вот плиты у меня не было, то есть у меня я не мог ничем измерять плоскость. Вот, теперь думаю то, что работать мне будет гораздо легче. Ну, все, наверное, на этом. Принимаю поздравления. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.